Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Среди людей более важным и ценным считается тот, кто больше пользы приносит людям. Например, преподаватель, который учит одновременно 700 студентов, более ценный для общества, чем, цитирую, какая-нибудь домохозяйка, которая воспитывает пятерых детей. Потому что первая охватывает своим вниманием и трудами больше количества человек, чем вторая, соответственно, многодетная мать более ценная и важна, чем мать однодетная. Ибо вопрос опять в том, в какое количество людей охвачено ее вниманием и заботой. Скажите, Бог оценивает жизненный путь человека по количеству совершенных им добрых дел, статистике охвата или по каким-то иным параметрам. Была уже когда такая идеология, она, в общем-то, скорее нацистская или тоталитарная, если честно. Когда человек осценивается не потому, что он создан по образу, по подобию Божьему, а потому что приносит ту или иную пользу. Спартанцы когда-то так поступали. Если ребенок им казался больным, или они были убеждены в этом, то просто скидывали со скалой, ничего там нового родим. Наш народ должен быть сильным и крепким. То же самое мы видели в Третьем Рейхе. Что-то похожее есть в тоталитарных режимах. Каждому по потребностям, от каждого, каждому по заслугам. Поэтому опасно такое мировоззрение, если честно, оценивать человека по сумме добрых дел, по его влиянию на других. Вот этот человек молодец, он с трибуны стадиона говорит. Этот батюшка имеет охват миллион подписчиков. У этого батюшки только пять человек в сельской воскресной школе. Это, конечно, лучше будет, чем второй. Второй, слава Богу, Бог нас так не оценивает. И не по охвату добрых дел нас судит, и по каким-то иным параметрам, а по огромной любви к каждому из нас. Вспомните притчу о девяносто девяти овцах и одной потерянной. Господь оставляет их и идет искать. И об этой одной потерянной радуется больше, нежели от тех, кто не потерялся, кто не ушел в страну далече. Поэтому можете расслабиться. Если у вас не получается быть президентом всей Вселенной, то вы не будете от этого в аду. Если у вас не получилось развить какие-то таланты, вы ушли с какого-то второго или третьего курса университета, не закончили школу хореографии или конкобежцев, то Господь не будет вас судить, потому что вы не реализовали свои таланты. Сыне, дашь мне сердце свое, говорит Спаситель. Сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит, говорит Писание. Если вы будете просто хорошим человеком, терпеливым, сострадательным, милосердным, не навязывающим себя всему обществу, вовремя остановившимся, умеющий и промолчать, и выслушать, то в этом и будет ваша реализация как христианина. Будьте с Богом в духовной жизни. Старайтесь быть милосердным хотя бы к одному человеку. Брак – это школа любви, участь в которой ты должен одного человека хотя бы. Ну, хорошо бы там чуть больше, если с детьми, с тещей свекровью. Научиться должен любить одного или нескольких человек так, как должен был бы любить весь мир, всех окружающих. Ну, на всех нас не хватает. Хотя бы одного научись. Поэтому, если ваш супруг, если он есть, или ваши родные страдают от того, что вы находитесь в глубоком уныне или депрессии, для того, что не можете охватить своими добрыми делами весь мир, то эту проблему надо решать немедленно. Потому что для Бога не имеет значения, сколько людей ты спас. Ты хирург или выдающийся политик. Для Бога важно, какое у тебя сердце. А его можно растопить помощью хотя бы одному человеку. Можешь вместить больше? Вмести больше. Начинай с малого. А потом как получится.